солнечно-зарядное устройство 7 ватт выполнена форм-факторе раскладушка верхней части тканевого корпуса предусмотрено два кольца люверса для крепления закрывается на липучке представляет собой по размерам устройство не превышающие размеры женского кошелька достаточно компактная можно транспортировать сумки в кармане и так значит солнечная панель что она себя представляет солнечно-зарядное устройство мы видим здесь четыре поликристаллические солнечные панели которые объединены в одну цепь и в совокупности выдают стандартное напряжение USB порта то есть предназначены для зарядки стандартных USB устройств в частности телефонов смартфонов mp3 плееров ну и прочие навигаторов gps и прочей портативной техники с USB разъемом и так значит солнечные панели установлены в корпус тканевый из материала кордура то есть данный материал довольно износостойкий облегченный что немаловажно в туристических условиях где имеет значение каждый грамм вы можете сравнить вес наших солнечных панелей с аналогами вы убедитесь что наши панели самые легкие итак значит под каждой солнечной панелью предусмотрена пластина текстолитовая это ответ на вопрос насколько они надежны так вот мы показываем я изгибаю пластину в пределах разумного и с солнечной панелью ничего не происходит в сложенном состоянии эти пластины и панели накладываются друг на друга то есть в таком состоянии при транспортировке сломать ее фактически нереально если не делать это преднамеренно конечно же сверху возможно видно каждая из панелей покрыта пленкой ламинацией то есть есть возможно маленькие пузырьки это не влияет на качество работы эта пленка предназначена для защиты панелей от царапин при желании вы можете снять эти пленки немножечко процентов в пределах 5 увеличится продуктивность но при появлении царапин их уже не удастся устранить в будущем итак значит на чем хотелось бы акцентировать внимание в данной части в панели вмонтирован встроенный контроллер некоторые продавцы не хотят переплачивать скажем так 5 долларов за этот контроллер и за счет снижения цены общей пользователи думают что приобретают аналогичное устройство на самом деле это не так и так зачем этот контроллер нужен и что он дает нам и почему он такой важный и так значит по стандарту по умолчанию данные солнечной панели выдают по 6 вольт каждая то есть на выходе мы должны были бы иметь 6 вольт в моделях где нету этого контроллера так и есть на выходе 6 вольт эту информацию можно найти в интернете некоторые пользователи уже обсуждали эту тему вот но 6 вольт может использоваться для зарядки телефонов но по стандарту питание должно быть 5 вольт соответственно мы имеем более чем 20 процентную перегрузку то есть большинство смартфонов выдержат этот ток но некоторые модели могут и быть повреждены соответственно данный контроллер снимает лишний ток то есть выдает стабилизирует для того чтобы выходил ток в пределах допустимой нормы отклонение плюс минус 0,2 вольта а не плюс минус 1 вольт как в моделях без контроллера и так значит с контроллером ясно мы видим стандартный usb маморазъем сюда подключаются ваше устройство при помощи при помощи вашего стандартного usb кабеля дополнительные комплектации не предусмотрено здесь потому как 90 процентов устройств на сегодняшний день заряжаются вот таким вот вашим вырубным кабелем он есть у каждого и так если вы хотите заряжать какие-то устаревшие модели телефонов например nokia sony elixxon если таковые у вас имеются в наличии вы можете дополнительно дозаказать вот такой вот кабель на 10 портов вот здесь представлено большинство портов устаревших моделей телефонов если у вас устаревших телефонов нет то в принципе вот такой вот usb кабель может заменить вам аналогичный и так что мы можем подключать к данному устройству ну мы начнем в качестве теста подключим маленькое зарядное устройство такой usb для пальчиковых батареек и так мы видим что загорелась индикация красным светом заряд идет батарейки батарейки имеют всего лишь напряжение 1.2-1.4 вольта для 5 вольт солнечной панели это не имеет вообще сколь значимой нагрузки поэтому я думаю что мы подключим что-нибудь что более интересно нашим пользователю в частности телефон смартфон даже потому как смартфоны на сегодняшний день то являются довольно энергоемкими устройствами поэтому я думаю на нем и мы попробуем испытать эту панель значит берем стандартный usb кабель подключаем вот такой вот телефон смартфон 5 дюймов 5.2 дюйма так вот звук оповещает нас в начале заряда посмотрим поближе идет ли зарядка так мы видим заряд 54 процента то есть заряд идет итак что хотелось бы добавить данная солнечная панель схема ее собрана таким образом что при повреждении при повреждении одной или даже нескольких панелей зарядка все равно будет продолжаться конечно суммарная мощность устройства снизится пропорционально количеству отключенных панелей но в экстремальных условиях это лучше чем ничего итак сымитируем ситуацию отключения одной панели в частности мы попробуем просто закрыть вот таким вот образом так панель закрыта смотрим увидим заряд продолжается но одна панель это в общем то мы проверяли на 5 ваттной модели работать будет закрываем две панели вот полностью закрытые две солнечные панели проверяем заряд идет ну что ж попробуем закрыть три панели посмотрим что будет вот закрывать другой 5 ваттной солнечной панелью одна панель в работе мы видим что заряд продолжается мы можем отключить телефон от питания увидим что погас индикатор и снова подключить слышно звук зарядка пошла данная панель 7 ватт может частично применяться и для заряда планшета современные планшеты современные планшеты например вот такой вот samsung на 8 и 3 дюймов будет заряжаться от этой солнечной панели но долго то есть потребуется около 7 часов для заряда такого планшета это довольно долго поэтому для планшетов мы рекомендуем все же обращать внимание либо на 7 ватт монокристалл либо модели уже 10 и более ватт это будет лучше намного 10 12 14 ватт это три оптимальных даже 12 и 14 ватт это три две модели оптимальный для заряда планшетов и так значит в принципе все особенности данной модели мы раскрыли панель может и успешно используется уже довольно продолжительное время и может используется туристами любителями спортивного отдыха или просто на рыбалку и либо в качестве просто замечательного необычного подарка который всегда может пригодиться в той или иной ситуации например в дороге что ж на этом видео мы заканчиваем наш видео обзор спасибо за внимание смотрите наши другие видео обзоры